Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита и сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. А здесь рассказывается о том, как путники Тави и архангел Рафаил пришли в дом Рагуила и о браке Тави и Сары и об изгнании демона. И мы читаем с первого стиха и ниже. И подошли к дому Рагуила, Сара встретила и приветствовала их, и они ее, и вела их в дом. Вот здесь некая аллюзия с тем, как Ревека приветствовала Исаака. И сказал Рагуил Эдне, жене своей, как похож этот юноша на Тавита, сына брата моего. То есть они из одного рода. И спросил их Рагуил, откуда вы, братья? Они отвечали ему, мы из сынов Нефалима, плененных в Ненебию. Еще спросил их, знаете ли брата нашего Тавита? Они отвечали, знаем. Потом спросил, здравствует ли он? А они отвечали, жив и здоров. Вот здесь предлагается урок. На каждый вопрос отвечать последовательным образом. А Тавия сказал, это мой отец. То есть Тави мой отец. «И бросился к нему Рагуил, то есть как к родственнику, уже сомнения пропали, и целовал его, и плакал, и благословил его, и сказал, ты сын честного и доброго человека. Но услышав, что Тавид потерял зрение, опечалился и плакал, то есть вот здесь мы видим такое братолюбие между членами одного рода, плакали и Эдна, жена его, и Сара, дочь его. Вот так они оплакивали беду Тавита. «И приняли их весьма радушно, то есть Тавию и архангела Рафаила, и закололи овна и предложили обильное снедие». Тавия же сказал Рафаилу, брат Азария, переговори, о чем ты говорил до пути. То есть он рассмотрел уже эту девушку, и она ему раньше полюбилась по словам архангела Рафаила, а сейчас он убедился, что все именно так. Тавия же сказал Рафаилу, то есть, наверное, чтобы никто не слышал. «Брат Азария, переговори, о чем ты говорил на пути, пусть устроится это дело». И он передал эту речь Рагуилу, то есть архангел занимается судовством. И он передал эту речь Рагуилу, а Рагуил сказал Тавии, ешь, пей, веселись, ибо тебе надлежит взять мою дочь. «Впрочем, скажу тебе правду». Конечно, он стремится, дочь выйти замуж, потому что это бесчестие, когда молодая девица, еврейка, никак не может выйти замуж. Но он не может, как бы, кота в мешке подсовывать, и он рассказывает всякую правду. Понимаешь, это может напугать молодого человека, оттолкнуть, но правда есть правда. «Впрочем, скажу тебе правду. Я отдавал свою дочь семье мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали. Но ты ныне будь весел, он подбадривает его, и сказал Тавия, я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мною». То есть надо было составить брачный контракт. И надо сказать, что брачный контракт – это очень древняя традиция в иудаизме, и сохранились даже брачные тексты с очень древних времен. «И сказал Тавия, я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мною». Аргуил сказал, возьми ее теперь же по праву, то есть ты имеешь право ее взять. «Ты брат ее», то есть ближайший сродник, «а она твоя, милосердный Бог, да удостоит вас наилучшим образом». «И призвал Сару дочь свою». Что значит призвал Сару? Мужчины имели отдельный стол. Женщины могли только подавать к этому столу, а потом они удалялись. Мы это видим в случае с Авраамом, Сарой и тремя ангелами. Сара стояла в стороне, когда Авраам сидел вместе с ангелами. «И призвал Сару дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее Тавии» – то есть контракт уже заключен. «В жену и сказал, вот по закону Моисееву, возьми ее и веди к отцу твоему». И благословил их в тот момент венчания ветхозаветного. Отец как бы выполняет функции благословляющего. «И призвал Эдну, жену свою, и, главное, это контракт, конечно, в этой ситуации, и взял свиток, написал договор и запечатал. Потому что сначала устно контракт заключается, потом все это записывается. И начали есть, а теперь это не просто еда, это брачный пир. «И призвал Эргуил Эдну, жену свою, и сказал ей, приготовь сестра другую спальню и введи ее». То есть жена, она же и сестра, в смысле очень близкий человек. В христианском случае это сестра по вере во Христа Спасителя. «И сделала, как он сказал, жена подчиняется мужу в каждой ситуации, и ввела ее туда, то есть свою дочь водит мать, и заплакала, она оплакивает ее девство, и приняла взаимно слезы дочери своей и сказала ей, успокойся, дочь. «Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей, успокойся, дочь моя». Радость вместо печали – это свидетельство о том, что изгнание демона состоится. Этим и оканчивается седьмая глава. И последняя мысль, которой мы должны коснуться, а почему все девственницы оплакивали свое девство? Девственницы оплакивали свое девство, потому что каждая еврейская девушка мечтала стать матерью Мащаха, Мессии, Христа. И когда они вступали в брак с обычными людьми, скажем так, они понимали, что каждый из них не сподобится стать матерью Мащаха, Христа Спасителя, и они оплакивали не просто девство, а оплакивали именно вот эту возможность. И казалось бы, когда Деве Марии явился архангел Гавриил, который сказал «Радуйся, благодатный Господь, с тобою», и посвятил ее в тайну, что от нее должен родиться Христос Спаситель, она должна была возликовать, но Дева Мария так оберегала свое девство, что даже в этот момент она спросила, как это будет, если я мужа не знаю. Итак, мы видим, что в книге Тавита содержатся такие разные прецеденты, кто вводит невесту в брачную комнату, брачующихся в момент брачной ночи, какие действия отца, как обговариваются условия контракта, как контракт записывается. Потому что книга Тавита, как и многие книги Писания, да все, наверное, книги Писания, это в той или иной степени Господнее руководство к действию.